Всем привет, любители ароматного табака. Я думаю, что у каждого человека в жизни есть сигар, который ему очень-очень-очень хочется попробовать и который по тем или иным причинам как-то не идет ему в руки. Но у меня вот, друзья, сегодня, видимо, случится то, чего я так долго ждал. Ну, чему-то с момента релиза меня эта сигара очень заинтересовала. И, ну вот, благодаря моему замечательному подписчику Астралионика сегодня моя мечта покурить сигару «Боснер Мартин» осуществится. Друзья, не знаю, с чем была связана такая тяга, но вот как-то увидел я ролик рекламный, так интересно было рассказано, и я, в общем-то, подумал, что, ну, наверное, должна быть чудесная сигара. Сигара выпущена в 20-летие марки «Боснер». Напомню, кто не знает, Константин Боснер – это наш соотечественник, который ныне проживает в Германии. Сигара скручена из некаргуанских табаков и завернута в покровный лист из Эквадора. Друзья, очень интересный бант. Вот эта вот штучка очень фактурная. Кажется, что здесь какие-то камушки, прям, знаете, такая. Интересно. Очень интересная, очень красивая сигара. Очень сочетается внешний, такой темновато-кожистый покровный лист и черно-золотой бант. Чудесно, чудесно. Поработали, друзья, над дизайном. Сигара скручена замечательно. Внешний вид без провалов, все. Ну, чудесно. Размер сигара, друзья, Тора Горда, по-моему. Или Дабл Тора, ну, в общем-то, увеличенная Тора. То есть, чуть-чуть не дотягивает до Черчилля, но и чуть-чуть больше, соответственно, Тора. Ну, обратите внимание, красивый бант. Так же, друзья, сигара вот тут у нас с просячим хвостиком и конец сигары тоже закрыт. Не знаю, для чего это делается. Больше, конечно, наверное, для красоты, но может быть, производитель думает, что так с ферментацией будет интереснее идти. И как бы сигара закрыта в кокон с двух сторон, и внутри идут процессы брожения. Хотя, конечно же, здесь это профанация, ничего тут не закрыто. Ну, не знаю, так придумали, значит, так придумали. Давайте, ну, что-то я сразу курить. Мечта же, да. Ну, покров очень сдержанный. Чуть вяленым мясом пахнет, соленым. Ну, пожалуй, все, такой с кожистым ароматом. Соль достаточно явно. Здесь, конечно, будет тяжело понюхать. О, здесь вот поинтереснее, друзья. Здесь чернослив. Да, очень глубокий чернослив, перец. Занятно, занятно пахнет сигара. Специи. Приятно ароматиться. Давайте, ну, давайте, ну, курить. Ой, перец он дышался. Ну, Никарагуа, друзья, сейчас рулит. Выходит просто на первые места. Разрывает рейтинги, поэтому, ну, тут жду я от сигары. Очень интересно, друзья. Очень пустая тяга, друзья. Очень сквозная. Вообще сигара не сопротивляется. Продувает ее просто насквозь. Ну, состав-то дерева, друзья. Перец с деревом. Насыщенные луговой травы. Ну, перец слегка излишний. Даже немного полустарта сушит. Перец. Через нос, кстати, интересно получается. Мосоглотки тоже древесной опилки. Ну, начало, друзья, дерево и перец. Все остальное очень невнятное и очень закрыто этими двумя доминантами. Ну, посмотрим, как будет курить. В серединочке встретимся. Итак, друзья, половина нашей сигарочки позади. Сейчас покажу. Я никогда не растил сигар длинный пепел. Не люблю этим заниматься, потому что вечно все это падает. Но здесь что-то у меня сегодня спортивный интерес проснулся, друзья. Вот такой вот получился. Обратите внимание на жилку, которая вот... Где она у меня, господи, вот она. Вот она. То есть она вот здесь вот начинается. И вот, друзья, на пепле вот так вот отражается. Ну, безусловно, друзья, это говорит о том, что сигара хорошо скручена. Без вопросов. Первая треть, ну, я считаю, что была провальной, потому что слишком много в ней было перца. И кроме перца и на послевкусие дерева ничего интересного в сигаре, к моему сожалению, не было. А вот, друзья, вторая, треть. Айф! Мне нравится. Так всегда бывает. Мне нравится, потому что перец стал более-менее затих. Перец немножечко подзатих. Начало дерево пробиваться через этот перец. Перец ушел больше в гортань, в послевкусие. Появилось дерево, сейчас начинает проявляться чернослив. То есть сигара движется такого от очень острого к менее острому. Это очень интересно, друзья, очень это настраивать на приятный лад, потому что, ну, как-то что-то подумал я. Когда ждешь от сигары что-то нереального и, по большому счету, этого не получаешь, сейчас сигара начала потихонечку-потихонечку меня радовать. Поглядим, что был в конце. Итак, друзья, докурил нашу сегодняшнюю сигару. Что-то закономерность какая-то. Когда что-то ждешь от сигары неимоверного, никогда этого не получаешь. А когда ничего не ждешь, и вроде как-то бывает, что и удивляешься. Последняя треть, к сожалению, все испортила. Снова на тяге перец, соль, неприятный минеральный привкус. В послевкусии дерево, кожа, чернослив и немножечко такой горелой резины, горечь легкая. Плюс еще пришлось сигарку разочек подправить. Началось неровное горение. Друзья, и учитывая, что тяга была сквозная, я все-таки, ну, очень надеюсь на то, что, скорее всего, экземпляр неудачно попался. Предлагаю вам, все-таки, на мое мнение, в данном случае не опираться, потому что сигара у меня была одна, и делать заключение по одной сигаре, ну, не очень правильно, учитывая, что налицо все признаки того, что витолочка попалась не очень качественно. Ну, и тем не менее, друзья, по этой витоле 22 из 31 балла. И полное разочарование. Спасибо вам за внимание, друзья, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Интересно у нас там общение, обмен опытом, много интересного, много нового, в том числе и я для себя узнаю, за что участникам группы огромное спасибо. Спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok